В эфире программа «Экономика Татарстана». Подробный обзор самых важных экономических событий за неделю с комментариями экспертов. В студии Нина Горюнова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Какие прогнозы властей по курсу доллара в этом году? Чем опасен крепкий рубль? Насколько подорожали овощи в Татарстане по итогам января? Можно ли сдержать рост цен? Почему молоко стали продавать в килограммах, а не в литрах? Ждать ли роста цен на молочную продукцию? Сколько денег тратят граждане на покупку минералки? И на какую финансовую поддержку могут рассчитывать татарстанские предприниматели? Средний курс доллара в этом году составит 70 рублей. Такой прогноз дали в Минэкономразвитие страны. Здесь отметили, что курс американской валюты может варьироваться в диапазоне от 68 до 72 рублей. По словам чиновников, доллар за 70 рублей выигрышный для экономики. Если курс будет ниже, то нерентабельной станет деятельность экспортеров. Кроме того, крепкий рубль не выгоден российскому бюджету. Гражданам выгоден сильный рубль. Сильный рубль – это низкая инфляция, это доступ к международному туризму, к импортным товарам. Ну и плюс раньше, когда все было нормально, это приток капитала на фондовый рынок. Слабый рубль выгоден экспортерам и бюджету, потому что у нас бюджет до сих пор в значительной степени формируется за счет нефтегазовых доходов. Есть ощущение, что курс доллара становится чуть более прогнозируемым, как это было до 2022 года. То есть на курс начинают влиять три основных фактора. Это стоимость цены на нефть, это валютные интервенции, которые делает Центральный банк, периодически приходя на рыдок, покупая либо продавая валюту. Только сейчас он это делает не с долларом, а с юанем. Поэтому при оценке курса тоже важно оценивать динамику пары юань-доллар. Третий фактор, который точно будет продолжать влиять на силу национальной валюты рубль – это ключевая ставка. Центрального банка, она будет меняться вслед за инфляцией. Прогноз нашего правительства, что инфляция будет невысокая в 2023 году, это 5-7 процентов. Соответственно, будет снижаться и ключевая ставка. Это даст некий импульс к развитию экономики. Инфляция в России в этом году может составить 6 процентов, так считают аналитики, опрошенные недавно Центральным банком. По данным Росстата, за первый месяц года цены уже выросли на 74 сотых процента. В основном это произошло за счет сезонного подорожания плода овощной продукции. Значительнее всего в Татарстане в январе выросли цены на огурцы на 45 процентов, а также на помидоры на 22,5 процента. Увеличилась и стоимость борщевого набора. Картошка в январе стала дороже на 8 процентов, репчатый лук на 17. Цены на морковь и капусту выросли на 10,5 процентов, а на свеклу на 6. Почему мы обращаем внимание на рост цен по этим продуктам? Потому что это достаточно сильно влияет на доходы наши. То есть понятно, если вы тратите на продукты питания 10-15 процентов своих доходов, вы даже не заметите, что картошка выросла, морковка выросла. Но поскольку у нас достаточно много граждан, которые живут на пенсию, на пособие, это действительно сильно бьет по кошельку, поэтому мы это замечаем. При рыночной экономике нет никакого смысла государству строить колхозы, совхозы и давать задания, чтобы картошка стоила 10-15 рублей. Этого не будет и это не имеет экономического смысла. Просто задача государства, скажем, денежными инструментами, например, цены выросли, он индексацию делает. Значит, государство помогает малоимущим в основном. Соответственно, оно так и поступает. Вот мы смотрим, что цены выросли и инфляция. Оно повышает, например, индексирует пенсии, пособие на эту сумму. Вот это единственный нормальный рыночный механизм. Напомним, что еще в прошлом году граждане перешли на сберегательную модель поведения. До сих пор они меньше тратят и больше сберегают. Это, в свою очередь, приводит к снижению инфляции. Раз мы меньше покупаем, предложение товара есть, то значит, цена, по крайней мере, сильно не будет расти. И прогноз правительства, да, он не изменился. То есть в этом году ожидают в пределах 5-6% годовых инфляций. Пока причин пересмотреть их нет. Тем временем аналитики чек-индекса выяснили, сколько денег тратят покупатели на минералку. По их данным, в январе за один поход в магазин россияне покупали в среднем одну полуторалитровую бутылку воды. Негазированная минеральная вода обходилась примерно в 48 рублей. И она прибавила за год сильнее всего 21%. За минералку газированную покупатели в среднем отдавали 63 рубля. Это плюс 12% за год. Стоит отметить, что в целом за январь продажи воды в бутылках упали на 3-4%. Но в денежном выражении объемы продаж выросли на 8-21%. По словам экспертов, в этом году рынок минеральной воды продолжит обеляться. С 1 марта продавцы будут обязаны передавать сведения о розничной продаже воды в систему маркировки. На кассе сканировать специальные коды на бутылках. Производители молочных продуктов все чаще стали указывать на упаковках объем товара не в миллилитрах, а его вес в килограммах. Таким образом, они пытаются незаметно для покупателя уменьшить количество продукта на фоне роста цен на сырье. Отметим из-за высокой плотности. 1 килограмм молока будет занимать объем не в 1 литр, а в 970 миллилитров. По данным Росстата, средняя цена реализации сырого молока в прошлом году выросла на 20% по сравнению с 2021 годом. Собестоимость производства молока поднялась на 7-8%. Средняя цена пастеризованного молока в Татарстане сегодня составляет 61 рубль 81 копейку. Это на 13,5% больше, чем год назад. В этом году рост цен может продолжиться. О причинах рассказали наши эксперты. Тревожная статистика, точнее прогнозы по молоку. Потому что многие фермеры начинают отказываться от производства молочной продукции. Потому что в магазине так дорого стоит литр молока. Да, сокращается число фермеров, которые специализируются на таком молочном направлении животноводства. Вот тут, может быть, как говорится, ситуация быть весьма сложной. Казанцы стали тратить больше денег на покупку серебряных украшений. По данным исследования Соколов, средний чек за прошлый год вырос на 19%. В целом по стране данный показатель оказался ниже всего 4%. В среднем граждане тратили на ювелирные изделия серебра 1560 рублей. Чаще всего россияне приобретали украшения в марте и августе, а реже всего в апреле и мае. На серебряные цепи пришлось 29% покупок, четверть респондентов приобретали серьги и серебра, 22% кольца, 7% браслеты. Серебряные подвески и колье покупали 4% опрошенных. В Татарстане стартовал прием заявок от бизнеса на получение финансовой поддержки по национальному проекту. Сегодня для предпринимателей республики действует 8 финансовых продуктов с льготной ставкой от 0,1% до 5,5%. При этом два из них абсолютно новые. Первый микрофинансовый продукт «Экспресс-2023» на сумму до 1 миллиона рублей. Он выдается на срок до 24 месяцев по ставке до 5,5% годовых. Второй продукт «Стартап» рассчитан на поддержку новых предпринимательских проектов, которые зарегистрированы и действуют не более 11 месяцев. Заем в сумме до 500 тысяч рублей выдается на срок до 36 месяцев по сниженной ставке всего до 2% годовых. Данный продукт позволит поддержать молодой бизнес на этапе становления. Для работающих на себя граждан доступен микрофинансовый продукт «Самозанятые-2023» на сумму до 500 тысяч рублей на срок до 36 месяцев со ставкой до 5,5% годовых. Такую поддержку могут получить самозанятые, которые работают более одного месяца. Также за поддержкой в рамках нацпроекта могут обратиться предприниматели, которые реализуют импортозамещающие проекты, ведут экспортно-ориентированную деятельность, социальные бизнесмены, а также резиденты промышленных парков. Отметим, что в прошлом году финансово поддержать удалось 777 татарстанских предпринимателей на сумму 1,5 миллиарда рублей. Почему далеко не все бизнесмены обращаются за господдержкой, пояснили наши эксперты. Предприниматели понимают, что так просто все равно не дадут, надо будет отчитываться. Не все хотят отчитываться. Не все хотят показать полностью себя, полностью раздеться и показать, что у них там происходит на производстве или в торговле. Есть определенные условия, которые тоже такая рогатка, через которые пройти не может тот же предприниматель. То есть все равно кредит, если ты идешь за кредитом, за льготным кредитом, там по 4,5 или под 8,5, сейчас программы разные есть, ты залог должен оставить, не у всех есть залог. То есть вот здесь несколько вопросов, которые нужно параллельно решать. Смотрите далее в программе «Экономика Татарстана». Насколько выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом в Татарстане? Какова средняя цена этих машин? Готовы ли татарстанцы пересесть на электромобили? Что их смущает? В какую сумму обходится каршеринг? Выгоднее ли он личному автомобилю? Популярность платных муниципальных парков в Казани растет. В какую сумму обошлась самая продолжительная парковочная сессия? Несмотря на серьезный обвал авторынка, в прошлом году в Татарстане выросли продажи премиальных поддержанных автомобилей в возрасте до 3 лет. Плюс 18% по сравнению с 2021 годом. По данным Авито, самыми востребованными моделями стали BMW 5 серии, BMW X5 и BMW 3 серии. Премиальные автомобили остаются популярными у покупателей, несмотря на высокую стоимость относительно массового сегмента авто с пробегом. Автомобили в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новой машине из салона. Их средняя цена, естественно, ниже, чем у новых автомобилей. При этом они отличаются современной комплектацией, хорошим состоянием и относительно небольшим пробегом. Средняя стоимость трехлетнего премиума автомобиля с пробегом в Татарстане составляет 5 миллионов 200 тысяч рублей. На долю премиальных брендов в прошлом году пришлось 1,5% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе. 47% казанцев сегодня желают приобрести электромобиль. При этом только 1% жителей столицы Татарстана уже имеют электрокар. Таковы данные исследования Авито. Аналитики выяснили, что особой популярностью у казанцев пользуются электромобили японских, немецких и российских марок. Опрос показал, что 53% респондентов боятся, что у электрокара произойдет полная разрядка аккумулятора во время движения. Не меньшее беспокойство вызывает проблема возможного короткого замыкания внутри батареи. Пока без развитой инфраструктуры электромобиль – это просто игрушка. Ставим себя на место владельца электромобиля, выезжаем, например, из дома на работу или еще куда-то, нам нужно этот автомобиль зарядить, электромобиль зарядить. В отличие от привычного нам двигателя внутреннего сгорания, который заправляется за 5 минут, здесь срок зарядки, срок накопления километров гораздо больше и зависит от разных параметров. Например, от силы тока, типа разъема и так далее. То есть те условные 500 километров, которые человек получает, заправляя бак за 5 минут, чтобы получить их здесь, нужно потратить 2-3 часа. И возникает вопрос, насколько человек готов к этому. Напомним, что в Татарстане принята программа развития зарядной инфраструктуры для электромобилей до 2024 года. Республика стала одним из 8 пилотных регионов, которые получили федеральную субсидию на развитие инфраструктуры зарядных станций. Правительство страны компенсирует региональному оператору 60% инвестиций на установку отечественной станции и 30% на тех присоединения. Более 26 миллиардов рублей потратили россияне на каршеринг в прошлом году. За год данный показатель вырос на 30%. Как правило, траты на прокат машины в месяц составляют менее 5000 рублей. Только 10% граждан тратят больше этой суммы. При этом спрос на каршеринг по стране очень неравномерен. На Москву и Московскую область приходится 60% поездок, на Санкт-Петербург – 10%. Далее идут Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. На нашу республику приходится 5% от всех поездок на каршеринге в стране. Что выгоднее сегодня – каршеринг или личный автомобиль? Мы спросили у наших экспертов. Стоимость каршеринга в абсолютных деньгах, да, она, конечно, заметна ниже, чем использование личного автомобиля. Но если мы будем это пересчитывать в стоимость минуты использования автомобиля или в километры, в пробег, то каршеринг окажется не такой уж дешевый. То есть, если нужен такой общий вывод, усредненный, то скорее при больших пробегах выгоднее иметь собственный автомобиль. При маленьких пробегах можно пользоваться каршерингом. В Казани растет спрос на платные муниципальные парковки. Только за прошлый год число пользователей увеличилось на 100 тысяч 550 автомобилистов. Самыми популярными платными парковками стали стоянки на улицах Муштари и Сибгата Хакима. Самая короткая сессия парковки составила 15 минут и обошлась в 30 рублей. А наиболее продолжительная – 132 часа. За нее автомобилист заплатил 3960 рублей. Далее в программе «Экономика Татарстана» вы узнаете, Почему айтишники не торопятся брать льготную ипотеку для айти-сферы? На каких условиях мужчина согласна выйти в декретный отпуск вместо жен? Какие выплаты получат казанцы, которые прожили в браке 50, 60 или 70 лет? Льготная ипотека для айтишников на неделе заработала по новым правилам. Во-первых, расширили списки аккредитованных айти-компаний, сотрудники которых смогут получать такую ипотеку. Теперь стало 20 тысяч фирм вместо прежних 12 тысяч. Возраст заемщика айтишника увеличился. Был от 22 до 44 лет, стал от 18 до 50 лет. А вот требования к зарплате снизились. В городах-миллионниках минимум 120 тысяч рублей, в Москве 150 тысяч, в других городах от 70 тысяч. Если сотрудник взял айти-ипотеку и уволился, то льготная ставка до 5% будет действовать еще полгода вместо прежних трех месяцев. Как отметили в правительстве, с начала действия ипотеки для айти-сферы ее взяли 6 тысяч человек, а заявок было одобрено втрое больше. Почему программисты и разработчики не торопятся брать ипотеку на льготных условиях, мы спросили у работников этой сферы. Тут позиция такая достаточно спорная. Почему? Потому что ведь не первый день действует уже текущая программа льготной ипотеки. То есть она уже была, просто сейчас условия по ней несколько меняются, скажем так, в лучшую сторону. Но она на данный момент не особо пользуется популярностью. То есть это какие-то единичные случаи, когда люди действительно ей пользуются. Потому что был ряд условий, которые людей смущало. Во-первых, то, что, ну не секрет, что у нас в айти-сфере достаточно часто любят менять работу, да, там раз в несколько лет. И там были определенные подвязки к вот этим вот срокам смены работы, что нужно там уложиться в определенные даты для того, чтобы не потерять вот эти привилегированные условия, которые дают айти-специалистам. Если мы говорим об удержании, то люди в основном уезжали, наверное, все-таки не связанно с тем, что какие-то вот у нас там программы или не программы. А большинство, наверное, уезжало из-за того, что они боялись, что сейчас уйдет крупный иностранный заказчик. И, соответственно, уходит ряд проектов достаточно больших, крупных, интересных, где есть интересные технологии, где есть развитие, где, ну, скажем прямо, тоже были и деньги хорошие. Надеюсь, что новая ипотека, новые условия, они действительно дадут толчок. Почти половина российских мужчин согласилась бы взять декретный отпуск вместо жены. 43% опрошенных будущих пап ответили так аналитикам Суперджоп. При этом они отмечали, что охотнее бы сидели дома с малышом, если это выгоднее для семьи в финансовом смысле. Каждый третий респондент категорически не согласился бы уходить в отпуск по уходу за ребенком. Еще 23% скорее исключают для себя такую возможность. Между тем, за последние два года число пап, которые временно готовы заменить мам, прибавило 4%. И каждый шестой работодатель сказал, что в прошлом году он предоставлял своим сотрудникам-мужчинам декретный отпуск. Супружеские пары в Казани, которые в этом году отметят 50, 60 или 70 лет брака, получат денежное вознаграждение. На золотую свадьбу выплатят 6 тысяч рублей, на бриллиантовую 10 тысяч, а на благодатную 25. Тем казанским парам, которые отметили юбилей супружеской жизни в прошлом году, выплатят по 3 тысячи рублей. За 50 и 60 лет в браке, а за 70-летнюю годовщину денежный подарок составит 5 тысяч. Татарстанские пенсионеры могут подключиться к онлайн-занятиям по финансовой грамотности от Банка России. На днях стартовала очередная сессия таких уроков. Проходить занятия можно дистанционно, из дома или целыми группами, например, на базе центров социального обслуживания населения. Уроки проводятся по четырем темам. Пенсионерам расскажут, какие приемы используют финансовые мошенники. Научат их ориентироваться в том, что касается накопления и приумножения денег, а также сравнивать и выбирать финансовые продукты и услуги. Информация адаптирована именно для граждан старшего поколения. Участники могут задавать вопросы лектору в чате в прямом эфире. В прошлом году в Татарстане к таким занятиям присоединились 26,5 тысяч человек. В этом году уроки продлятся до 21 апреля. А выбрать интересную для себя тему, удобную дату и время подключения можно на сайте pensionfg.ru. Это был экономический обзор за прошедшую неделю. Смотрите нашу программу по субботам и воскресеньям на телеканале Татарстан24. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на ютуб-канал Татарстан24 в раздел «Экономика Татарстана». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!